В Макта-Аральском районе Южно-Казахстанской области на грани закрытия оказались несколько частных детских садов. Причина – долги по зарплате. Работники не получали оплату за свой труд целый год. Программ «Балапан» их не включили, и теперь предприниматели оказались в непростом положении. Наталья Сой расскажет подробнее. Год назад в Макта-Аральском районе открылось 53 частных детских сада, но радость жителей была недолгой. Современные дошкольные учреждения начали закрываться. А все потому, что работники не получали заработную плату целый год и начали увольняться. Мы приехали в район, идем в Акимат. Мы уже давно не получали зарплату. Людям надо кредиты платить. В Акимат идем с надеждой, что там помогут. Учредители обвиняют в этом местные органы власти. Акимат обещал поддержку тем, кто откроет детские сады, включить программу «Балапан», говорят предприниматели. 15 месяцев не получали денег. В итоге не поступило 513 миллионов тенге. Теперь они говорят, чтобы мы эти долги сами погашали. Если так будет продолжаться, то закроются все 52 детских сада. Другого выхода нет. Дело в том, что с этими частными детскими садами Акимат Махтарвальского района никаких соглашений, никаких договоров не заключал. Госзаказ не распределяли. Согласно закону Трудового кодекса, зарплата частных учреждений выплачивается за счет учредителей этих детских садов. По словам Замакима района, на сегодня должников осталось всего три. Их долг по зарплате сегодня составляет 7 миллионов тенге. Сейчас долги по зарплате имеют три детских сада. В соответствии с законом мы направили их материалы в суд. Уже одно слушание прошло. И теперь должны вынести решение. Между тем, мест в детских садах области хватает не всем. Чиновники от образования признают, недостатки при реализации программы «Балапан» имеются сразу в девяти районах Южного Казахстана. На их устранение требуется 321 миллион тенге. Эту сумму представители Адлосного управления образования уже попросили из республиканского бюджета. Наталья Суирблотовичев, Нормахан Микмуратов, Южно-Казахстанская область.